Аэропорт Челябинск может носить имя Владимира Вернацкого. Горожане и общественники выбирают название для воздушной гавани. Среди претендентов имена известных соотечественников, спортсменов, героев войны и ученых, прославивших Южный Урал. Голосование проходит в рамках акции «Великие имена России». Ее цель – привлечь внимание людей к истории регионов. Сегодня общественники собрались на форум, чтобы обсудить первые присланные варианты. Среди них физик Игорь Курчатов, шахматист Анатолий Карпов и архитектор Евгений Александров. Всего в списке уже более 10 претендентов. Возможно, такие варианты, когда один и тот же человек будет назван в различных регионах страны. Вот здесь как быть, когда один и тот же регион остановился на другой кандидатуре. Каким образом и кто будет делать окончательный вывод? По правилам конкурса предлагать можно все имена, кроме политических деятелей. Пока общественникам больше всего нравится кандидатура ученого Владимира Вернацкого. Он проводил исследования территории Южного Урала, добился объявлений Эльменских гор заповедными. Вернацкий является одним из уникальнейших людей России, энциклопедист, основатель великого учения о биосфере и о глобальном процессе жизни на Земле. Вернацкий, на мой взгляд, единственное имя, которым Урал может быть понятным всему миру. Прислать свой вариант в общественную палату региона может каждый до 15 октября. После состоится обсуждение и голосование. Данные биографии победителя лягут в основу концепции оформления воздушной гавани. Лидеру посвятят экспозицию. Добавлю, что новые названия планируются присвоить 45 аэропортам России.